сумочки коуч майкл корс очень хорошие все бренды вот еще сумочка майкл корс очень интересно очень красивые сумочки так пустику на работу беру эти они получаются как всегда самые приемлемые самые вкусные вот они 1199 36 баров разных вкусов с разными орешками берем как дальше беру и дожки 899 он сказал мама бери это ему нравится это больше и по цене это тоже самое что мишкиной ой лапки только даже лучше получается вот такие вот они полтора килограмма 30 пакетиков по две штучки они очень нежные прикольные и естественно скул сейф видите здесь нету ни арахиса не даже вот этого другого там ореха как он господи кешью не молока то есть скул сейфти так что я взяла 889 поехали дальше вот ребята о чем я говорила талинол то есть ацетаминофен 500 миллиграмм вот недорогой я хочу взять так это почему-то и дуброфен 759 этаж 2 по 350 до 2 по 350 таблеток ацетаминофен extra strange вот пожалуйста я возьму это 759 вот хорошая цена это талинол говорят другими словами настоящий талинол стоит 2199 и здесь 250 грамм по 50 штук вот это вот короче здесь больше дешевле получается только потому что это киркланд это кусковская фирма выпускает но как бы мать и вот активные тоже называть господи хомер по и активное вещество это ацетаминофен вот все беру по такой цене потому что его долго не было вот появился 759 беру вот для моей многодетной оленьки как раз вот упаковки пожалуйста 5 old spice дезидорантов вот джилет 5 штук вот ей нужно в таких упаковках моя многодетная оленька потому что количество баночек которая каждый месяц у нее заканчивается это просто кошмар тебе нужно вот в таком магазине скупаться вот это не значит что будет дешевле но выгоднее по крайней мере на эту марку вот но я не покупаю что мне не нужно пять штук я не покупаю такие вещи здесь хотя это выгодно и таки что касается томатных соусов очень хороший я вам рекомендую брать я брала и вот этот набор киркландовский 1299 три банки по литру вот правда эти не брала если выбрали вот вот альфредо соус скажите мне не брала никогда мне кажется у него как это будет фейк вкус вот эти очень неплохие по 1049 тут в 4 банки получается намного выгоднее тоже органическая 4 литра по соотношению к тем трем киркландовским это дешевле получается тоже вкусно а здесь лиха пошты ссори по 680 миллилитров опять-таки решила взять макароны тех макаронов яичных которые я созрела для них их брать и здесь нет кстати когда-то брала вот эти макароны с кино органические 989 они очень неплохие но как бы кроме меня никто не ел в доме сейчас я в отделе одежды вот короче вот здесь такие леггинсы как с но они такие как три четверти такие классные я такие люблю сейчас как раз идет лето много путешествий походов вот как они выглядят на красивых ножках вот 1399 но где цена короче где то есть цена вот короче я пока возьму до конца тура своего по магазину то максимум выложу так сегодня берем каналу 739 5 литров прошлый раз я брала кукурузная уже если честно поняла что вы знаете это такой коммерческий обман какое масло лучше каждый раз гадает какое масло лучше лучше канола лучше оливковая лучше авокадо лучше то лучше там я не знаю это как она кокосовая да все это ребята стопроцентный жир это стопроцентный жир натуральный ненатуральный оливковый он или кокосовый это все стопроцентный жир понимаете поэтому абсолютно неважно какой вы в себя будете заливать цены берут только лишь за то что сейчас раскручено что сейчас модно так что одним словом я выбираю то что по цене подходила возьму дижон мастер вы знаете именно эту никогда не брала я хочу попробовать взять я думаю что он будет вкусно надолго хватит что-то надо иногда свежая пробовать тем более за 569 ничего не теряю суп я не планирую делать но возьму сегодня по 399 вместо 599 мои хрустики фукачо крутончики с чесночком с пармезаном к луковому супу ну и в общем-то к любому другому супу даже можно к бульку тому же бульону так итак внимание сегодня у нас здесь есть гималайская соль 549 вот она такая розовенькая крупненькая но только за то что она из гималайф я за нее не собираюсь платить вот мы возьмем сегодня есть морская наверно оля та о которой это говорила соль 479 я знаю что она там прокручивается то есть возьмем ее может быть она для меня будет работать лучше вот видно да состав это одна фирма три упаковки 379 это второй вид соли вот такой состав эти ингредиент то есть как бы разве в соли кроме соли еще что-то должно быть да следующее мы смотрим гималайская соль обратите внимание почему она дороже ингредиенты вот посрединке между таблицами вот здесь а не знаю насколько видно хималай пинг сальт она по 549 и вот еще у нас одна та которую я взяла 98.8 и еще целый список меня часто для выпечки разные вещи спрашивают сегодня вам покажу вот видите это active dry it's это дрожжи сухие активные дрожжи вот такой упаковки покупаете себе и делите едите дальше меня спрашивают также про стиви вот как раз она 22 доллара 99 центов за 500 пакетиков вот такая вот упаковочка вот такая вот стивия 22 доллара них мама спрашивала горит у вас есть тиви ну вот есть конечно есть вот такие там пакетики я вам скажу это такая редкость когда тебе что-то нужно и она по скидке вот не нужно кофе сегодня на него скидка по 879 и я беру ура скидка йогуртики 559 пачечку берем мой кабель у меня их обожает просто жидкие йогуртики жидкие йогуртики ой ой что они разорванные все берем для едошки в школу тарам 989 black forest i'm jambon возьмем тройная упаковка вот такая колбаска не брала ее раньше мы попробуем это фирма хорошая пиллерс беру сметану 399 две штуки ну что ж беру кукурузу 799 ой господи теперь дай бог ее вытащить силу я еще взяла мясо я этого не сказала на 21 доллар говяжий фарш еще смотрю что еще могу взять мои ноги топают обратно к холодильнику с курями я ходила ходила смотрела но первых очень многого уже нету конец рабочего дня возьму я опять мое трио как милочка выразилась мне понравилась эта фраза беру я свое это трио значит напоминаю вот прайс у нас значит килограмм 4,19 стоит здесь у нас 5 килограмм 190 грамм на 21 доллар 75 центов берем так сегодня еще что я возьму мясное у меня есть просто еще там два мешка фарша и кусок большой мяса в морозилке я возьму еще вот эти сосиски 2 килограмма на 14 долларов это сосиски свиные они маленькие они считаются как бы ну как олд фэшн такие как их называть breakfast sausages их делают на завтрак с яичницей их делают также на барбекю их можно просто опять-таки жарить их можно тушить вместе например с рисом или с картофелем ну в общем я их возьму разделю порционно и детям буду давать они любят у меня вот после школы это очень вкусно беру их ой наш любимый банана бред берем сегодня уже вот сколько всего набрали интересно уже на какую сумму надо будет потом возле кассы прикинуть так берем и до шебулочки возьмем на бутерброды людей уже мало уже скоро закрывается все мне еще нужно сегодня на заправку успеть так идем в холодильник я еще посмотрю что у меня скорее всего там уже ничего думала ничего не возьму но в конце решила в морозилке взять это кстати большая комната холодильник такая есть вот такая с молоком и с фрукты с овощами и с фруктами вот грибы 499 мои вот это слайс мини ей оказывается не понравились я это поняла на этой неделе она их ела я делала подливу и она их ела так я и сделаю мои зайчики пожарю грибочков что у нас тут еще обычно я еще беру но сегодня не буду брать уже этот ну вот эти вот бинс зеленый стручковую фасоль не буду брать сегодня так здесь фруктики 10 долларов блюбери да вот эти блюбери 10 долларов такая упаковочка а это blackberry 299 вот такая упаковочка blackberry 299 так 359 шпинатика возьми что он весь какой-то перечмаканный весь не нормальный я беру в основном на смузи 454 грамма вот в основном сейчас у нас период не витаминный и детям делаю смузи вот в смузи так здесь у нас есть гала apple 6 паундов 7 долларов и у нас есть red delicious 6 паундов 6 долларов их мы и возьмем 3.69 мой хлеб вот опять на него видимо скидка идет от производителя берем хлеб друзья товарищи время у нас позднее 9 час я промерзла на улице просто дикий ветер я бы кусал булки так подытожим сейчас я еще еду на заправку но вам это уже не интересно вот так счет сегодня составил 181 доллар 51 цент вот 181 доллар как в темноте хорошо видно 51 цент значит должна признаться что я в конце решила не брать эти штаны меня потом уже впоследствии смутили эти полоски почему скажу все таки нужно иметь более аккуратные мне кажется ножки для этого ну не аккуратные худенькие хотя не знаю на самом деле мне понравились но я предпочитаю чтобы просто были все черные допустим там были прозрачные такие черные вставки знаете бывают такие прозрачные темные черные вставки я бы взяла эти белые что то как то мне кажется в этом месте нога будет еще толще чем она есть короче я не взяла ну вот примерно как то так так на улице дикий ветер ветер люди которые оставили где-то так вот побросали коляски потому что конечно Канада у нас культурная но все равно свиньи есть везде как говорится вот те кто бросил коляски где попало сейчас стоянка почти пустая эти коляски валяются по всей их стоянке ездят короче надо ехать пока нас тут не это не наехали коляски на нас так едем заправляться так что ребятки покупка удалась день удался в общем то я довольна всем извините что живу потому что уже голодная как собака подошла сейчас хотела купить себе хот-дог какой-нибудь или может быть что-то такое а они закрыли собаку уже кухню а я думаю так оно и надо ой где я с кем я говорю а я думаю так оно и надо нафиг маном не лишние вот это вот жиры сахара приеду домой себе нарублю салатик похавкаю ну конечно слупила сейчас булочку ничего не сделаешь блин очередь какая мамочки мои дорогие очередь очередь ну не такая как была когда я ехала сюда но придется постоять неприятно неприятность получилась так что ребятки это был мой блог желаю вам всем хорошей недели задора эмоций чтобы все складывалось как должно складываться чтобы все было хорошо в вашей жизни доброе утро хорошего дня спокойной ночи bye